Дорогие друзья, добрый день, доброе утро для Соединенных Штатов, добрый день и даже вечер для тех наших радиослушателей, которые находятся на территории России, Украины, Израиля, Европы. У микрофона руководитель центра Михаил Мелехов, центр «Сангейтс», интернет-портал радио центра «Сангейтс». И сегодня у нас понедельник, время 10 часов в Чикаго, в Нью-Йорке 11 часов, ну и 19 часов в Москве. На связи у нас Белоруссия, Минск и Василина Мискевич, астролог, профессиональный руководитель школы астрологии и проекта «Основание», цель которого объединение талантливых людей для того, чтобы дать возможность им самим, тем, кому они помогают, получить какое-то знание, которое им помогает, будет помогать в жизни. Ну, Василина, во-первых, здравствуйте. Добрый вечер. И добрый вечер, радиослушатели. Я очень рада, что теперь по понедельникам мы договорились и будем встречаться каждую неделю. Хорошая сходу. Да, я хотел бы, так сказать, наши координаты объявить. Ну, те, кто на территории Соединенных Штатов, хотя может и любой человек позвонить на самом деле, сейчас все доступно. Телефон такой 847-226-9956. У нас есть скайп «Сангейтс-108». «Сангейтс» — это солнечный оборот на конце буква «С». «Сангейтс-108», пожалуйста, пишите. У нас есть веб-сайт «Сангейтс-108». Там вы тоже можете, в общем-то, свои комментарии оставить и прослушать наши программы. Все программы, в принципе, записываются. И они идут в YouTube. Так что милости просим. Канал «Сангейтс-108». И, пожалуйста, там вы можете подписываться, оставлять свои комментарии. И мы на них обязательно отвечаем. Ну, мы сейчас приступаем к нашей программе. И мы встречались с Василиной последний раз в прошлом году. Это было прямо вот накануне Нового года, 31 декабря, где мы беседовали с Василиной о том, что год грядущий нам готовит. Это и огненный, так сказать, обезьянник. Акцент был все-таки на Соединенные Штаты Америки, поскольку мы все-таки находимся там. И было Соединенные Штаты в целом. И два частных города. Это было Чикаго, Нью-Йорк. Ну, и вот Василина нам рассказывала, так сказать, что будет, что нас ждет прогноз. Василина, скажите, что-то изменило за это время? Звезды не поменяли свое местоположение на небе? И оказали на нас какое-то серьезное влияние? Не только на нас, естественно, на весь мир? Нет, нет. Это была бы страшная катастрофа, если бы какая-то из наших планет поменяла свое местоположение. Движутся все со своей обычной скоростью. Так что все в порядке. В последний раз Вы говорили про то, что год это будет не веселый, сложный будет год. И для нас, я имею в виду жителей Соединенных Штатов, где-то вот так вот, начало февраля, то все-таки тогда в мире происходит. Потому что нас слушают не только слушатели, которые находятся на территории Соединенных Штатов, а очень много россиян и украинцев. И вопросов много. Кстати, тот просмотр, ну, где-то под тысячу был просмотров буквально за несколько дней. В общем, резонанс был серьезный. Давайте поподробнее вот экономики, как Вы считаете в разных регионах нашей планеты. Хорошо. Ну, давайте тогда и начнем с Америки. А я хотела спросить Вас, Майкл, а что для Вас экономика? Это доллар? Для Вас, американцев? Не знаю. Лично для меня нет. Это не имеет никакого значения доллара или это рубль, как мое хобби. Это биржа. Так вот, показатель. Есть просто подход к бирже или подход к экономике. Так вот, один из показателей, причем очень важный показатель хорошей экономики любой страны, это сильная валюта этой страны. Нет, просто я спросила, потому что я немножко по-другому вижу ситуацию. Может быть, потому что я астролог и смотрю все через призму гороскопа, планет, ритмов. Доллар я воспринимаю несколько иначе. Для меня доллар, это, в общем-то, ну, вот, мера длины, но никак не валюта. И я считаю, что действительный показатель экономики, ну, это промышленные индексы. Для Вас это Dow Jones, который сейчас, как он там у Вас? Dow Jones падает. 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 Падает быстро. Быстро, серьезно. Могу Вам сказать, что за одну неделю, сейчас уже две недели прошло, но это был рекорд за вообще все время существования этого индекса. И не только этого индекса, потому что так сильно за две недели и так на большое, так сказать, расстояние по вертикали, да, эта цена, он еще не падал за такой короткий промежуток времени, именно если исходить от начала Нового года. Ну, вот, мне просто любопытно посмотреть, как Вы видите эту ситуацию на том полушарии. Поэтому я и задаю такие вопросы. Нет, нет, все понятно. Но Вы понимаете, какая вещь? Странная, странная вещь. Экономический кризис, так сказать, на дворе, и мы все это знаем, и в прошлом году. Но вот индексы, они как-то на это почти не реагируют. Они почти прут, прут вверх, извините. Лучше сказать, что вниз. Нет, нет, в прошлом году они все время даже делали рекорд, хотя экономический кризис везде во всем мире. А там был рекорд, вот, ну, так сказать, за все время такого не было. Поэтому я не знаю, как к этому относиться. Ну, как есть, так есть. Давайте Вы лучше будете рассказывать, Вы знаете лучше. Ну, хорошо, договорились. Так вот, я считаю, что бесконечно доллар, вернее, мера длины других валют, двигаться не может, когда-то это надоест. И, наверное, скоро придет этот критический момент. И мера длины может быть другая. Знаете, советский мультфильм «38 попугаев» там мартышами мерили, удавами мерили, а вот мы меряем долларами. Это просто мера длины ничем не подкреплена. Вот пока будет сохраняться уверенность в том, что доллар – это валюта на самом деле, тогда, может быть, экономика еще будет более-менее стабильной. Но когда придет понимание, что это всего лишь линейка, которые меряют Вашу экономику, тогда, наверное, положение изменится. И, пожалуй, Dow Jones, ну и другие промышленные индексы, я думаю, стали реагировать на эту ситуацию. Реально почувствовали проблемы экономические? Вы знаете, я полагаю так, они тоже нас слушают, переводят на разные языки. И поэтому они поняли, что ничего хорошего с этого дела не будет. И все решили продавать, поскольку Ваш прогноз был не очень-то такой радужный, будем говорить. Ну, мы об этом поговорим 21-го числа, когда мы конкретно коснемся этого. Я не думаю, что это повлияло на Вашу экономическую ситуацию. А кто его знает? На самом деле, на экономическую ситуацию больше повлияли цены на нефть. Ну, давайте про нефть поговорим. Главная тема. Ну, как я и в прогнозе говорила, на 2016 год нужно ждать самые низкие показатели. Ну, такое у меня подозрение было, что мы остановимся на 20-ти долларах. Но это может быть и ниже. Я цифры давать не могу, я астролог, но предчувствие такое, что это будет ниже 20-ти долларов. Хорошо, в четверг мы с Вами поговорим. У меня есть цифры. Сейчас, вот в данный момент, точка максимума подошла на текущий период, возьмем там 2 недели. И зафиксировалась цена, которая будет вот в этих пределах, но может чуть-чуть подрастет. То есть, Вы там знаете цену, да, 29 или 28. Сколько сейчас цена на нефть? Вам конкретно с центами сказать? Я могу. Ну, примерно, будем так говорить, 29.50. Ну, вот. Может быть, она дойдет к концу недели чуть выше, там, до 31. Но такой какой-то небольшой период, она падать уже не будет. Простите, я ошибся, 29.07. 29 долларов 7 центов на настоящий момент. Вот это зафиксировали цену. То есть, планеты зафиксировали этот момент. Цена на нефть. Конечно, затянули очень туго. И поэтому чуть-чуть сейчас аспект начнет распускаться. И цена чуть-чуть поднимется. Но всего лишь на короткий период. То есть, если там 31 будет, то это короткий период. В феврале нас ждет очередной виток падения. Ну, вы понимаете, что это все связано. И индексы летят вниз именно потому, что, в общем-то, и нефть летит вниз. Ну, значит, индексы тоже сейчас, вот прямо сейчас затянули в тугой узел. И буквально, может быть, завтра-послезавтра они начнут развязываться тихонечко. Может быть, начнут выползать с того дна, где они оказались. Понятно. Хорошо. Что еще нам говорят? В целом ситуация такая. Но еще один секрет открою. У нас в начале февраля в очередной раз за последние полгода запускается печатный станок. То есть, это тоже отражено в гороскопе. А мы, в общем-то, это знаем. Какого вопроса есть числа? В начале февраля. В начале февраля. Ну, это связано с китайским Новым годом, нет? Нет, с Новым годом это не связано с китайским. Это просто с определенными аспектами, астрологическими показателями, соединениями там со звездами. Опять будут печатать валюту. То есть, это говорит о том, что в мировой экономике начнется шторм. И нужно будет предпринимать какие-то меры. Естественно, будут печатать и доллары. Ну, и, конечно, понадобятся, наверное, и валюты постсоветского пространства. Возможно, уже какие-то другие нужны деньги. Потому что растет, растет уже. У нас, могу сказать, в Беларуси, кто не знает, у нас сейчас один доллар больше 20 тысяч белорусских рублей. Нам точно нужны деньги другие. Я вчера посмотрел, да. Но вы имеете в виду, было много всяких изменений, зайчиков, зубров там и так далее было. То есть, будет какая-то другая валюта, да? Или номинация просто другая будет? Да, вообще-то у нас официально с 1 июля вводятся новые деньги. Но печатный станок запускается вот как бы по всей планете уже с начала февраля, так вот активно, довольно. Ну, это попытка спасти экономику. А что значит новые деньги вводятся? Это не будет называться рублем? Это будет белорусский рубль, просто нули уберут. А, понятно. Монетки появятся. То есть, это уже будут другие деньги. И уже можно их посмотреть где-то, прогуглить и там посмотрите. Ну, на моей памяти я помню реформу 61-го года. Я еще помню, как мой дед принес мне, тогда еще их не было, ну вот где-то он приобрел какой-то, или не знаю. Вот он мне принес рубль. Рубль. В 61-м году. Ну, вряд ли столько белорусских зайчиков будет где-то храниться у людей. К ним такое отношение, что их как исторический символ какой-то держать не будут. То есть, просто вообще бумажки. Вот такое положение везде, в общем-то, везде ситуация сложная. И в Америке в том числе. Об этом вам кричат ваши промышленные индексы. Просто вы не хотите этому верить. Ну, у вас же есть мера длины, и никто удавов и мартышек взамен не придумал. Ну, я не знаю, кто это вы. Вы как-то обобщаете. Вы это имеете, я понимаю, что вы имеете в виду американцев. Но мы сейчас говорим, во-первых, на русском языке, а во-вторых, большую часть лично своей жизни я все-таки прожил на территории Советского Союза. Поэтому я, так сказать, не вы, я понимаю, о чем вы. И замечаю, кстати. Дело в том, что я в этом как раз принимаю очень активное участие. Так что... Ну, я надеюсь, вы не обидели, что я немножко так... Не-не-не, ни в коем мере. Долларовно. Я совершенно отстранен. Мы с вами беседуем, да. Просто, ну, вот ситуация такая действительно экономическая, серьезная, люди в панике. И что мы будем тут усугублять ситуацию? Давайте отпуским по этому поводу. Скажите, вот какие-то грядущие, какие-то перемены, изменения, которые именно повлияют на такой экономический климат в мире. Они откуда могут прийти? Откуда ожидать? В Китае, скажем там? Или почему-то сейчас все говорят о Китае? Или из России? Или из США? Ну, по картографии я смотрела, что и в Европе ситуация какая-то очень напряженная, и Саудовская Аравия, значит, это опять нефть. Ну, и, наверное, какой-то европейский кризис, о котором бы я даже отдельно хотела поговорить, пока вот до затмения осталось не так много времени. Полтора часа. Да, но сигналы уже пошли, и сигналы эти очень тревожные. Я говорила в прогнозе своем о том, что затмение очень сильно влияет на женщин. Еще в октябре 2015 года мы заметили в своих исследованиях, что что-то меняется. Меняется именно восприятие женщин мужчинами, и в то же время женщины становятся сильнее. Что же это такое? То есть сильная женщина, это женщина, которая защищается, и которая пытается сохранить свое потомство. Вот именно так. Значит, угроза непосредственная для женщин существует. Да, сильные женщины могут чего-то добиться за этот период, и под влиянием этого затмения. Но если такая опасность нависла над женщинами, значит и кризис какой-то серьезный надвигается. И вот первые сигналы мы почувствовали, там проверили в прошлом году. А вот, в общем-то, то, что происходит сейчас в Европе, это покушение, попытки насилия над женщинами. Вот это и говорит о том, что ситуация будет становиться все хуже и хуже. Вот тут очень серьезная опасность скрыта. То есть это попытка обладевать женщинами, это попытка обидеть женщину именно мужчинами. Если в Европе мы понимаем, что есть мигранты, приезжие, которые там в хиджабе только женщин в основном видели, а тут у них просто глаза разбегаются, никаких хиджабов, поэтому у них это так сильно срабатывает, то и отдельные такие локальные чаги будут и у нас. То есть завидев красивую женщину, а еще, не дай бог, умную, на нее будут покушаться закомплексованные какие-то мужчины. То есть вот тут будет такая тревожная ситуация. И, наверное, не раз мы с этим столкнемся, поэтому хотелось бы предупредить вот именно женщин. Не выходить из дома? Будьте осторожны. Из дома не выходить? Ну, тут стоит, наверное, продумывать свой гардероб, не надо сильно краситься, одевать красную одежду какую-то, красные там куртки, ну, чтобы не бросаться так сильно в глаза и не ходить поздно ночью. То есть, ну, потерпеть немножко же можно. А сколько? Давайте постараемся до следующего затмения, до осени, потому что есть там один критический показатель в августе, тоже я о нем говорила, очень много, слишком много зачатий в августе. Такое большое количество может говорить о том, что это попытки, ну, как-то, скажем, изнасилований. Вы имеете в виду август 2015 года? 16-го. То есть? Впереди. То есть я говорю... Это прогноз? Да, да, это прогноз, конечно, прогноз. То есть, а мы видели вот эту ситуацию в Европе в январе. Я не знаю, конечно, вы следите за этим на своем полушарии или нет, но для меня лично эта ситуация тревожная. Потому что я представляю и очень как-то тяжело переживаю, когда обижают женщину. Ну, это понятно. Но почему их мужчины не защищают? Мне, кстати, клиентка рассказывала такую ситуацию из Европы тоже. Где-то в магазине там ее просто к стене прижал вот этот вот какой-то афганец. И она еле убежала. Пришла жаловаться мужу. А муж на нее тоже с агрессией. Ты, мол, сама ему глазки строила. Вот он к тебе и пристает. То есть, получается, что женщину атакуют со всех сторон. Она вызывает агрессию у всех мужчин. И у своего мужа, и у прохожего. Но, наверное, этому есть какое-то объяснение. Возможно, климатические изменения на гормоны мужские подействовали. Может быть, это оно. А скажите, вот такая ситуация, о которой вы сейчас рассказываете, она раньше наблюдалась или это следствие того, что вот что-то в мире происходит и на небосводе там? Наблюдалась. Наблюдалась. Когда, по-моему, перед войной был всплеск феминизма. Но таких глобальных масштабов она не достигала, конечно. А можно ли допустить, я прошу прощения, можно ли допустить о том, что мужчины, которые, ну, как бы так, по своему восприятию, они понимают, они самые сильные, они самые главные. Женщины, это, так сказать, уже, особенно на Востоке, это уже другая, другой вид, будем так говорить. И вот то, что женщины пытаются выдвинуться куда-то, ну, вот уже даже кто-то там в президенты выдвигается, кто-то уже стал даже премьером, министром. И вот это не нравится мужчине, потому что мужчина как бы по своей природе, он же захватчик, он же, и тут женщины вдруг. А у него не получается, а у него получается. И вот это, может быть, ну, чисто вот по логике я рассуждаю, возможно, или как вы думаете? Правильно, ну, что ж не получается. Ну, значит, неудачник, закомплексованный. У нас буквально вот недавно была такая же ситуация, взломали сайт. Ну, конечно, это сделала не женщина. Знают, что сайт принадлежит нам, девочкам, что владелец сайта Василина Мицкевич, симпатичная женщина. Нашли, кого взломать. Конечно, это сделал очередной какой-то закомплексованный неудачник. Может быть, у него в жизни что-то не сложилось. Может быть, он вообще болен психически. Но ему нужно было взломать именно этот сайт. То есть вот эта ситуация показательная. И таких будет много. И женщины будут сталкиваться с этими, ну, больными мужчинами. Ясно. Ну, надеемся, что все-таки ситуация к следующему затмению изменится. И все будет вернется, так сказать, так, как оно должно быть. И женщина – это, естественно, лучшая половина человечества. Ну, и со всеми текающими последствиями. А защищать надо ее, естественно, мужчинам. Конечно, конечно. Защищайте нас, пожалуйста. Так мы это вот даем и об этом говорим у нас на интернет-портале радиоцентра Сен-Гейтс. Именно с этой точки зрения, чтобы люди слышали и понимали о том, как надо себя вести. Надо было бы. Ну, и вот, Василина, спасибо вам. Вы нас... Я думаю, Майкл, нужно держать эту ситуацию как бы под контролем. Можете пригласить психолога, чтобы женщины знали действительно, как себя вести. А скажите, простите, вот психолог. Как с вашей точки зрения, это должен быть психолог-женщина или психолог-мужчина? Или оба? Надо попробовать и того, и другого. Потому что психолог-женщина просто по своей природе, она будет, конечно же, на стороне женщины. И тут... Это не важно. Психолог не должен быть на чьей-то стороне. Просто нужно предупредить женщин, как себя вести в таких ситуациях, когда пытаются обидеть, когда пытаются какой-то акт насилия совершить. Должны же быть правила поведения. И об этом нужно сейчас рассказать. Я считаю это с ним долгом, поэтому эту тему подняла. Правильно, абсолютно правильно. Но то, что будет происходить это массово, может повлиять на экономическую ситуацию. То есть хаос, который будет происходить в европейских странах под влиянием вот этих событий, он, конечно, тоже каким-то образом негативно скажется на ситуации. Это один из показателей. Вообще, в начале февраля ситуация опять обостряется. И какие-то, возможно, вооруженные конфликты тоже будут влиять на эту ситуацию экономическую. Простите, а вот эти конфликтные ситуации, которые могут возникать в начале февраля, это будет повсеместно по всему миру или это в отдельных регионах, в какой-то отдельно взятой стране? Да, я уже говорила о том, что меня беспокоит регион Афганистан, Пакистан, тот регион. И в тот момент, когда пространство входит вот в эту жесткую петлю, обостряются конфликты во всех горячих точках. То есть везде люди становятся агрессивнее, везде идет борьба, сопротивление. То есть нужно пытаться развязать этот узел, идет сопротивление. То есть это не бывает так, что где-то мягко, тихо, хорошо, а там война, конфликт. И погодные условия будут соответствующие. То есть это тоже будут какие-то погодные аномалии. Ну, вот могу вам сказать, у нас сегодня, ну, по-русски это называется, по-моему, жесткость ветра. Ну, в принципе, и по-английски это называется, wind shield. То есть у нас температура минус было 4 по Фаренгейту. Если перевести в Цельсия, ну, это примерно 21 градус, минус 21 градус. Но вот с ветром это уже минус 20 по Фаренгейту. Это примерно 35 градусов, минус 35. Ну, я был на улице сегодня, ну, как-то не очень уютно, конечно. Но, смотрите, завтра... Я хочу сказать, что Чикаго находится на широте Каспийского города Баку. То есть это намного южнее, чем Беларусь. Непонятно, что в таком случае... Ну, точнее, понятно, потому что все-таки мы находимся совсем рядом с самым большим озером в мире, которое называют на самом деле морем, озеро Мичиган. Ну, так вот, завтра, ну, так по прогнозам синоптиков, будет, ну, ноль будет. И вот послезавтра будет уже плюс 3, плюс 4. И так неделя будет... Причем 4 дня тому назад было плюс 5. И вот сейчас уже как бы минус 20 получается. По Фаренгейту, повторюсь. Ну, вот и я советую тем, кто занимается трейдингом, экономикой, фондовыми рынками, посматривать прогноз погоды. Серьезно? Если вы наблюдаете за падением или ростом своих показателей в графике индекса, например, там того же Дэл Джонса, посмотрите, не меняется ли погода, может быть, изменится и направление. А может, наоборот, давайте. Вот падает температура, значит, падает индекс. Вот интересный подход к этому вопросу. Надо проследить. Давайте проследим. Сколько зависит температура, да, колебание температуры на колебание биржи? Это интересный момент, но не в эфире сейчас. Это мы 21 числа с вами побеседуем, конечно. Но хорошо, изменение температуры. Вы говорили, когда мы беседовали перед Новым годом, о том, что как-то, ну, вот террористы, они любят понижение температуры почему-то. И в этот момент происходят какие-то, ну, может быть, даже террористические акты. И вы даже называли о том, что какие-то смертники появляются. Это так? Ну, на самом деле, я не в курсе новостей за последний день-два. То есть вот когда произошел вот этот сильный перепад температуры. Ну, я уверена, что такие события были. То есть, может, кто-то смотрел новости, но у меня времени не было. Да, вы знаете, да, у нас все новости сейчас посвящены выборам, поэтому там идут дебаты разные между претендентами, конкурентами и так далее. Это же большое событие, которое отразится, в общем-то, на всем мире выборы президента Соединенных Штатов. Ну, мы с вами говорили о том, что есть по вашему, так сказать, мнению. Но вот интересно, я слушал Павел Глоба, тоже так известный астролог, и я слушал его прогноз, не знаю, на 2016 год там упоминалось как раз-таки выборы президента. Он говорил так. Он считает, что кто-то выскочит новый, прямо перед выборами. Вы как считаете? Такое возможно? Я пока остаюсь при том же мнении, как и была. То есть, понятно. Ничего не меняется. Два президента, они как раз-таки и дойдут до финального этого круга. И я думаю, что это Хиллари Клинтон, потому что вижу, что делает затмение с женщинами. Ну, хорошо, хорошо. Комментировать я лично не буду. Я не отношусь к тем людям, которые разбираются, скажем так, в политике. И вообще, у меня этот вопрос, ну, постольку-поскольку. А у нас, мы предполагаем, в эфире с вами побеседует человек, который именно является политиком, потому что, в общем-то, заинтересовались мои контакты личные, которые имеют отношение к сферам не только, вот, то, чем мы занимаемся, духовности, Центр Сент-Гейт информации, там, или каких-то материальных вещей, а вот именно политики. Я не очень люблю, вот, о политике конкретно, но без нее же никуда не уйдешь, правильно? Поэтому, как говорил кардинал Дерешелье, и у нас отражено в анонсе, он говорил так, кардинал Дерешелье, а он говорил, политика – политика, а любовь – любовью. Поэтому давайте мы поговорим о чем-то таком светлом, таком хорошем, вот, о любви. Как вы считаете, красота спасет мир? Или спасет мир что-то другое? Я думаю, что знание спасет мир, именно знание. Красота сейчас опасна, как вы поняли из прогноза. Это опасность. Это же короткий срок, от затмения до затмения. Но там еще будут времена, когда раз, и опять пойдет какой-то всплеск. Так что, в любом случае, не родись красивой, родись счастливой, а еще лучше, умной и счастливой. Поэтому, я думаю, что мир спасти могут только знания. А незнание может превратить мир в помойку, например. То есть то, что сейчас происходит. Ну, тогда вы нас просветите немного по поводу затмения. Все-таки недолго осталось. Что и чем оно отличается от другого, какого такого же затмения? Ну, я думаю, мы затмения с вами еще не раз побеседуем. Да? Ну, тогда немножечко. Немножечко? Да. Ну, вот, в общем-то, женщины, именно женщины, которые имеют какие-то планы серьезные, смогут очень сильно реализоваться. Я могу сказать, что по Беларуси, раз мы так обходили, обходили стороной нашу страну, но все-таки упомяну, у нас в выборах участвовала женщина-претендент, Татьяна Краткевич. Так вот, затмение состоит... Нобелевский лауреат, да? Нет. Нет. Нобелевский не участвовала, да? Нет, к счастью. Так вот, у этой женщины затмение состоится как раз на солнце гороскопа. То есть, я думаю, что нужно обратить внимание на эту женщину. Может, она будет выдвигаться еще раз, займет какую-то более основательную политическую позицию. Ну... Если... Но и ей же угрожает опасность. То есть, лишний какой-то повод для того, чтобы найти себе врага. Поэтому ей нужно быть осторожней. Вот, скажем, таким образом. Ну, что еще в этом затмении, кроме женщин, Израиль очень задет этим затмением. Да. Но я не могу сказать, что это война какая-то страшная. Но это проблемы. Проблемы с населением Израиля. Я уже тоже по поводу Израиля писала как-то, 12 колен разбирала, что же, кто же именно, кто почувствует на себе удар затмения. Так вот, это как раз та часть населения, которые просто работают, трудятся. Большинство. То есть, большинство. Это не экономический кризис. Может быть, миграционный какой-то кризис их заденет. То есть, это что-то вот такое социальное. Социальный кризис. То есть, какие-то реформы, да? Не реформы. Это очень как-то связано с миграционным кризисом. То есть, я не могу сейчас, может, фантазии не хватит. Но мне кажется, люди будут бежать в Израиль. И, наверное, это не так будет легко. Из других стран, да? Да, думаю, да. Поэтому в затмении, возможно, еще и гонение не только на женщин красивых, да умных, но и какой-то всплеск будет нехороший из прошлого. Понятно. Хорошо. Еще только напомните, это 8 марта, да? У вас 8 марта, у нас 9. И в затмении, я уже тоже говорила, просто раз уж мы за затмение зацепились, Чикаго, именно Чикаго, очень сильно тоже отмечен город. Потому что прямо по городу идет проекция Плутона в затмении. Если там ждать явно негативных событий и всплеска феминизма, именно у вас. То есть, может, на время затмения-то свалить, простите, из города? Ну, мужчина может и не нужно никуда уезжать. А, то есть отправить женщин в отпуск? Возможно, что на затмении недостаточно, а можно просто поехать в отпуск куда-нибудь. А какой у нас в мире такой безопасный регион, как вы считаете? Монголия. Да. А вы слышали, что там воюют? Нет. Монголия? Монголия. Тишина и покой. Ну, кроме вот татарных польских. Причем это самое быстрое. Иго, я не помню. Да, нет, не слышал, да. Благоприятная параллель, 45-я. Там, правда, нашли одну типа, ну, как бы, мумию, которая оказалась в спячке. Вот там интересные вещи. И, вообще-то говоря, ну, у меня есть там, допустим, контакты, мне это интересно, о том, что, в общем-то, считается, что именно в Монголии, ну, находится какой-то разлом, определенный пространственный разлом, вот, другого измерения. И вот там есть входы, в Монголии в том числе, вот там, где, в пустыне. Так что, в Монголии, понятно. А где еще? Не задумайтесь, почему там так тихо. Задумаюсь. А где еще? Ну, если россиян... Как насчет Таиланда, кстати? Неблагоприятный регион? Нет. Нет. Вообще или в конкретное время? Ну, не раз я видела там неблагоприятные проекции. Не раз. Так что, конкретно я сказать не могу. Поэтому, уже по текущим прогнозам, как-то будем встречаться, посмотрю специально Таиланд для Михаила Мелихова. Нет, я в основном не для меня. Я, кстати, из тех райов недавно вернулся. У меня там были свои проекты. Нет, это как раз таки, ну, просто приходит на ум, туда люди как бы и едут. Там, не знаю. Это все-таки для меня это буддийские какие-то концепции. Там все-таки Индия, это мой, так сказать, регион. А в Индии это хорошее место? Я не считаю Индию хорошим местом. У меня мнение очень отличается от других. Я считаю это страной вредной для здоровья и психики. То есть, я совершенно иного мнения, чем вы. То есть, если кому-то нужно испортить психику, то нужно ехать в Индию. Во-первых, страна очень грязная. Во-вторых, очень много воруют. Ну, и кто в горы отправляется, кроме несчастных случаев землетрясений, там могут быть проблемы с кислородом. Кислородное голодание тоже нехорошо сказывается на работе мозга. И опять-таки на психике. Поэтому Индию я не считаю таким шикарным регионом для отдыха. Отдыхайте у нас в Краснодарском крае, в России. Ну, интересно, интересно мнение астролога. Тех, кто будут слушать у нас... У меня сторонников будет мало по поводу Индии, но это мое мнение. Нет, в Индию, собственно говоря, отдыхать мало, кто едут. Там, правда, есть один регион, район. Я там был тоже один раз. Но это у нас во Флориде то же самое. Это Гоа, куда любят ездить, отдыхать, кстати, в основном с постсоветского пространства. Но в основном в Индию едут не отдыхать, а на какие-то там парикрамы, это называется, на какие-то вот паломничества, будем так говорить. Ну, вот простому человеку там делать нечего. Нужно ехать подготовленным, хорошо подготовленным. Это правда. И не всегда такое Гоа, Гоа, это грязно. Да, согласен с вами. И там инфраструктуры. Василина, давайте мы с вами поговорим. Очень негативно мы с вами уже это обсуждали, вы уже сейчас упоминали в программе. У нас так время так уже немножко поджимает. Самый какой-то такой основной момент. Все-таки что происходит в Европе, вы на территории Европы, и мы все выходцы тоже оттуда. Как там ситуация, если не считать, или это может быть самое главное, перенаселение, имеется в виду эмигранты, которые туда прибывают, и прибывают, все мы знаем, и даже мы знаем, откуда они прибывают, во Франции, там и так далее. Давайте об этом чуть-чуть. В основном я вижу, что едет регион Афганистан-Пакистан. Вот те проекции, которые вызывают именно желание уезжать, желание бежать, они проходят сейчас там. И в прошлом году пик вот самый сильный, они проходили опять-таки там. Говорят, что сирийские беженцы, сирийские, но как-то вот не верится мне то, что из Сирии больше бегут, чем из Афганистана. Поэтому я думаю, там в основном афганцы, Пакистан. Европейцам нужно, наверное, как-то именно этих людей опасаться. Сама я-то родом из Средней Азии. И я очень хорошо знаю, кто такие таджики, и те, кто рядом живут с таджиками, афганцы. Это люди очень опасные. Вот их много, и они уже едут, судя по проекциям. Вот сейчас как раз поднялись, и сейчас уже собираются в очередное свое турне по Европе. Ну и, как я уже говорила, это три волны будет, еще третья волна тяжелая в августе, первая в феврале. То есть мы видим, что каждый день они там по чуть-чуть туда приезжают, но это такой волнообразный процесс. Кстати, он будет происходить, как раз пик приходится на, когда экономические показатели низкие, почему-то. Вот такое совпадение. То есть разбежка такая. Раз ваш Дау Джонс опустился низко-низко, значит, сейчас в Европу пошли беженцы. И то же самое будет происходить в мае, когда будет очередная волна, и опять Дау Джонс опустится низко. И в августе только Дау Джонс опустится до самого низа, и пойдут беженцы. Наверное, есть еще и, кроме астрологической связи, какая-то еще, но это не мне астрологу искать. Ну понятно. Почему падение индекса так связано с миграционным кризисом? Да, интересно. Значит, вот у нас уже второй фактор, который надо взять на вооружение. Первый фактор – падение температуры. Как мы с вами недавно поговорили, значит, падает температура, падают индексы, а теперь волна миграции начинается, и индексы... Только вот хотелось бы наоборот. Вот как поехали, так сразу... Индексы падают, а потом волна мигрантов. Так, и когда заканчивается вот эта волна, тогда индексы начинают расти вверх. Да, можно. Только вот люди обратно... Я помню, Жвеницкий говорил, куда не полетишь, везде полные. Откуда они все вылетают? Вот все куда-то едут, все куда-то летят, откуда они вылетают? Так вот, если индексы поднимаются, почему они не выезжают в обратную сторону? Ну, вот это у них надо спрашивать. Наверное, они считают, что едут домой. То есть, если, вы знаете, не только люди подвержены миграционному процессу, но и животные, птицы, и каждый раз, меняя север на юг, они летят домой. Поэтому мигранты тоже едут домой. Они считают. Ясно. Поэтому у вас же ведь тоже есть свой какой-то проблемный момент в Америке. У вас тоже есть мексиканцы нелегалы, да? Да, их очень много. Именно вот как раз таки сам больной вопрос для американского правительства. Ну, не самый, но один из. Это тоже нелегальные эмигранты, и с ними постоянно кто-то борется. Ну, уже, по-моему, бороться бесполезно, поскольку уже невозможно. Это лавина. Ну, самая ближайшая страна, где люди переходят очень легко эту границу, это Мексика. И поэтому, ну, во-первых, второй язык официально в Соединенных Штатах это латинский, имеется в виду испанский. И испаноговорящий, то есть куда бы ни позвонил, вначале идет на английском языке, а потом идет на испанском языке. Если ты не отвечаешь, значит, ты не понимаешь по-испански. Ну, вот такая штука. Особенно в Калифорнии. Там довольно близко. Ну, у нас тоже немало. Они имеют свои рабочие специальности, будем так называть. Мексиканцы, они стрягут траву у нас в основном. Ну, и там какие-то там еще вещи. Вот они же тоже едут домой. Если они едут стричь траву, они, наверное, и едут домой. Все-таки как-то пытаются же там остаться. Пытаются остаться, но это как бы за хорошей жизнью. Но я бы не сказал, что тут она такая уж радужная и светлая, как они себе представляют. Ну, знаете, по принципу, там хорошо, где нас нет. Так почему-то все считают. Или вот были люди в наше время. Все старики вспоминают прошлые времена, как все там было классно. А вот сейчас все, конечно, все очень плохо и так далее. Тенденция. Так человек устроен. Ну, хорошо. Давайте мы вернемся к Европе. Это все, да? То, что вы хотели. Ну, я думаю, у нас в следующей передаче будет что обсудить. Просто как бы время подходит к концу. Правильно я говорю? Время у нас, ну, как бы, с вами, вы знаете, с вами время течет так быстро, что его не замечаешь. Ну, и как бы нет таких границ, но все должно быть, конечно, в рамках. Я хотел у вас спросить, ну, может быть, давайте в другой раз, потому что эта тема необъятная. И многие люди, они хотели бы именно по астрологическому вопросу, вот, что такое астрология, для чего эта астрология. Потому что очень часто слышишь мнение расхожее. Особенно, ну, я не считаю даже, что вот сжечь на костре, предатель распять, предатель анафеми и так далее. А просто люди считают, что астрология... Вот я вчера в гостях был и беседовал с своей племянницей двоюродной. Ну, девушка выросла, приехала ребенком и выросла, ну, в том окружении, где западном. Где, в общем-то, совсем другие ценности и все. То есть, кто там и в школе, и у нашей школе на территории, там, где я жил, в общем-то, не было астрологии. И я ей говорю, ну, вот, как ты считаешь, астрология, астрология, чем она отличается от астрономии? Ну, она говорит, не знаю. Ну, я ей говорю, астрономия это вот планета на небе, а астрология это влияние планет. Ты же, говорю, знаешь, что на тебя влияет планета? Она говорит, нет, не знаю. Я говорю, ну, как не знаешь? Ну, а Луна на тебя влияет или нет? На всех женщин влияет Луна. Она говорит, да, ну, наверное, влияет. То есть люди не знают этого, очень многие не знают. А если им об этом скажешь, то очень многие считают так. Ну, вот мне предсказали что-то, и я сейчас всё, вот этому буду себе в голове это всё крутить, и это будет для меня плохо. Ну, между прочим, это такая серьёзная тема, на которую можно потратить целую передачу. Вот я поэтому и сказал. Может быть, тогда уже не в этой передаче. Значит, мы обозначили эту тему, к которой мы подготовимся. Мы не прекрасно знают, что такое астрология. Нет, я не сомневаюсь, что наши радиослушатели знают об этом, да. Но поскольку всё-таки мы это записываем, и эта программа наша будет выложена в Ютьюбе, и потом пойдёт в Фейсбук, то надеюсь, что наши программы именно конкретно с вами дадут какой-то ещё определённый толчок к пониманию действительно астрологии как науки. Вот. Ну, мы обязательно с вами поговорим, конечно, на эти темы, и вы расскажите про свою школу, а то мы как-то всё вот о политике, там, экономике, а вот как-то про вас. Да, да. Я могу даже преподавателей пригласить на передачу, может быть, будет интересно. Да. А также наших выпускников. Обязательно, обязательно пригласите с разных регионов. Да, я воспользуюсь приглашением. Да, договорились, договорились. Доблю вас на слово. Хорошо. Дорогие друзья, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс в настоящий момент проводит программу с Василием Миткевич, руководителем своей астрологической школы, проекта основания, профессиональный астролог. И вот эта программа уже, к сожалению, большому она подходит к концу. Но я хотел ещё объявить о том, что мы с Василиной встретимся 21 числа, совсем скоро. То есть в этот четверг. Если вы зайдёте, ну, во-первых, на сайт самой Василины, то вы увидите там объявление, но также можно зайти на сайт, на Фейсбук, я имею в виду, зайти, это набрать просто Фейсбук и Сан-Гейтс Радио. Когда вы наберёте, пойдёте в Гугл или в Яндекс, в Гугл это вообще все страницы только об этом и говорят первые. Поэтому там вы увидите вот это объявление. Ну, я могу сказать для тех, кто нас сейчас слушает и которые захотят участвовать в этом, то по времени Москвы, буду говорить, в 17 часов в течение достаточно продолжительного времени у нас будет прямая, так сказать, трансляция по связанной с биржей. И Василина будет принимать в этом участие с точки зрения астрологии. То есть мы просто будем смотреть, я буду показывать, причём в реальном времени, вот эти те самые индексы, о которых мы говорили, а Василина будет говорить, а вот, Майкл, давай-ка мы сейчас купим и будет называть время. И вот мы будем покупать и в реальном времени будем сразу зарабатывать деньги. А потом, соответственным образом, будем учиться, как это всё вычислять, вот эти вот точки. Да, поэтому следите, как у нас говорят, за рекламой, но на самом деле вот уже есть информация на Сангейтс Радио, если вы зайдёте, там есть ссылка, в которой можно прийти. И там даже я сам туда зашёл и посмотрел, осталось три дня. Вот, то есть через три дня начнётся вот эта трансляция, и вы будете видеть все эти графики и нас, Василина, которым мы будем это всё обсуждать. Если вы, кстати, Василина, хотите пригласить ещё какого-то астролога, пожалуйста, нет никаких проблем, и все желающие могут задавать в чате, там будет модератор находиться, будет задавать свои вопросы по любому поводу, потому что это не будет только вот касательно биржи и так далее, не для всех биржа, так как не для всех, извините, астрология, то есть для кого-то биржа это казино и так далее. Ну, для меня это работа, допустим, ну вот мы будем об этом все говорить. Ну, тогда на этом разрешите с Вами попрощаться, поблагодарить Вас за, как всегда, очень интересный рассказ, за наше общение, ну и поблагодарить тех, кто нас слушали по радио, и которые будут нас видеть на Ютюбе и на Фейсбуке. То есть эта программа будет выложена. Да, всего хорошего, до следующего понедельника, поболтаем, следующий понедельник в 19 часов по московскому времени. Ну, кроме этого, мы ещё в промежуточке встретимся в четверг. Сангейтс, Сангейтс 1.08, это наш скайп, Сангейтс, солнечные обороты. Сангейтс. Сангейтс. Субтитры создавал DimaTorzok